Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кто годится фигуристы? Прыгучий ребенок, гибкий ребенок Но остальное можно подработать Для чего Ирина Роднина открывает в Омской области клубы фигурного катания? Потому что весь спорт не только прекрасен золотыми медалями Он еще и прекрасен тем количеством людей, которые им интересуются и занимаются На льду группа фигуристок третьего года обучения Девочкам по 9-10 лет Они вполне себе уже свободно крутят вращения Винт и волчок Выписывают на льду дуги и спирали Чтобы вот так исполнять элементы, как они Нужно серьезно заниматься фигурным катанием с 5-6 лет Меня мама отдала фигурное катание, чтобы я после школы не сидела без дела И мне прям очень сильно понравилось, как заниматься фигурным катанием Смотрела фигурное катание, мне так понравилось, захотелось заниматься очень сильно Попросила маму с папой, они поговорили и меня отправили заниматься Мне просто нравится кататься на дырках Как бы, вот если программа особенно танцевала, что очень красиво Мне хочется прыгать прыжки После сложных вращений юные спортсменки с удовольствием показали, с чего они начинали когда-то Вот этот элемент – фонарики Самое простое скольжение, круговые движения ногами Пистолетик сложнее Фигурист едет, сидя на одной ноге, удерживая равновесие Вторую ногу вытянув вперед Это азы фигурного катания Исторический факт Родиной фигурного катания считается Англия Время появления – 18 век Тогда был разработан первый перечень Обязательных для исполнения в соревнованиях фигур И первые официальные правила соревнований Своей популярностью фигурное катание обязано США и Канаде Именно там возникло огромное количество клубов Которые проводили между собой множество спортивных состязаний В России новый вид спорта получил распространение во второй половине 19 века в Санкт-Петербурге Вероника помнит точно, что влюбилась в фигурное катание, когда ей было всего три года Она пришла с родителями на каток и поразилась красоте танца на льду Улыбается, когда ей задают наивные вопросы Как удается высоко прыгать, не падая Не кружится ли голова от вращений Она отвечает, голова кружится от счастья, что умеет делать такие же элементы, как Татьяна Навка, например Или Евгений Плющенко Она мечтает участвовать в больших соревнованиях Мечтает научиться безошибочно выполнять сложные и красивые элементы И несмотря на юный возраст, она знает, как нужно идти к своей мечте Нужно стремиться к цели Вот выставка какой-то цель И стремиться, когда я эту цель выполню Ставить другую И так, когда все уже получится, станешь фигуристом Сегодня в спортивных школах обучение фигурному катанию начинают довольно рано С пяти лет Этот вид спорта требует отточенной координации движений Поэтому тренеры стремятся как можно раньше выработать у будущих фигуристов тонкое мышечное чутье Пять-шесть лет Самый такой возраст хороший Татьяна Бирюкова Тренер первой категории детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Стаж работы более 30 лет Специализируется на наборе детей и их начальной подготовке Первое, что надо, чтобы ребенок хотел, желание было заниматься И надо не один месяц и даже не год Ну, хотя бы два года, чтобы они научились стоять на коньках И этого еще мало Надо, чтобы трудолюбие было у ребенка Ну, смотреть, как прыгает Прыгучий ребенок Гибкий ребенок Пластику смотреть Оказывается, так называемая прыгучесть Или природная способность к высоким прыжкам Ключевое качество для успешной карьеры спортсмена-фигуриста Потому что самые высокие баллы на соревнованиях Судьи ставят именно за сложные прыжки Все остальное, как говорит Татьяна Эдуардовна, можно доработать При наборе в школу фигурного катания Тренеры обращают внимание и на телосложение будущего фигуриста Рост, стройность, длину ног Это, скорее, важно для эстетического восприятия танцевальной программы Никакой скованности, никакого зажима Внимательней, рука, вперед Раз, Настя, показала Вот, глаза поднимаем, шея длинная Лопатки Вот теперь показывай Сюда, к борту Показывай нам Спокойнее Мы на хореографии делаем затяжки Ласточку, бирьмар, флажок И затяжку вперед А потом это все уже на льду получится лучше И на коньках это удобнее делать Ну, потому что там равновесие держится лучше И, 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 колени снимаем Два И, и, и Фигурное катание называют гимнастикой на коньках Хорошая растяжка, пластика и грациозность Необходимые условия для выполнения элементов Поэтому немалую часть своих занятий фигуристы проводят в зале хореографии Это упражнение направлено на что, Ира? На равновесие На равновесие Приготовились Ручки Ножку нужно максимально вытянуть вверх И сохранить Равновесие Приготовились И Наверх И тянемся Вытягиваем всю себя наверх Четкие ножки Первый россиянин, ставший олимпийским чемпионом по фигурному катанию в 1908 году, одиночник Николай Панин После его выдающейся победы на самый престижный пьедестал почета нашим спортсменам не удавалось подниматься до 1964 года Это сделали на Олимпиаде в Токио, Белоусова и Протопопов С тех пор российские фигуристы своих позиций почти никогда не уступали На сегодняшний день российская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире Фигурное катание – один из массовых видов спорта в Омской области Им занимается более тысячи детей Самые крупные школы находятся в Омске, во дворце спорта имени Фетисова и СКК имени Виктора Блинова Надежда Сельского фигурного катания – ледовый дворец Василькулия Несколько лет назад в нем открылся филиал клуба Ирины Родниной Фигурное катание – вид спорта, который даже не обязательно засегать каких-то результатов, когда человек может просто получить удовольствие и сам кататься Ирина Роднина – выдающаяся советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка По завершении спортивной карьеры много лет была увлечена тренерской работой В последние годы занимается политической деятельностью Представитель Омской области в Государственной Думе Российской Федерации Принимает активное участие в популяризации фигурного катания в стране Открыло в нашем регионе несколько отделений по фигурному катанию под общим брендом «Клуб Ирины Родниной» Цель – массовое привлечение детей в этот вид спорта В клуб Ирины Родниной могут приходить дети разного возраста и спортивной подготовки И заниматься фигурным катанием совершенно бесплатно Виз спорта он не только прекрасен золотыми медалями Он еще и прекрасен и тем количеством людей, которые им интересуются и занимаются В Василькульском дворце спорта идут внутренние квалификационные соревнования Каждая спортсменка представляет индивидуальный танец, насыщенный элементами различной степени сложности Кстати, специально для эстелькульских ребят опытного тренера Ирина Роднина пригласила из Москвы По признанию Анны Булаковой дети трудолюбивые, благодарные и, что самое главное, увлеченные фигурным катанием Каждый из них при подготовке своего показательного выступления приложил немало труда Дети вместе с тренером продумывали сюжеты танцев, образы, костюмы И наставник, похоже, не разочарован результатами общей работы Мне очень понравилось Я настолько довольна детьми Большего я даже вот пока сейчас от них и не добьюсь Но дети стараются Но занимаемся всего три раза в неделю И занимаемся практически только третий сезон Это очень мало для фигурного катания То, что делают эти детки Я просто вот ими поражена Это их труд Анна Булакова в Василькуле мечтает о детском ледовом балете О красочных спектаклях А вот омский тренер Татьяна Бирюкова верит, что среди ее воспитанников Зажжется звездочка не менее яркая, чем Ирина Слуцкая или Евгений Плющенко Возможно, этому поспособствует открытие в Сибирском государственном университете физической культуры Нового отделения для подготовки тренеров по фигурному катанию А это значит, что в спортивных школах будет работать больше высоко квалифицированных специалистов Способных раскрыть таланты детей и воспитать чемпионов на омской земле Как красиво катаются девочки, какие они легкие и грациозные И многие из них мечтают быть, как Татьяна Навка Не все, кто приходит заниматься фигурным катанием, становятся великими спортсменами Олимпийская чемпионка Ирина Роднина однажды сказала, что занятие фигурным катанием – большое удовольствие Поэтому заниматься нужно прежде всего для радости и здоровья Это была программа Юниор Занимайтесь спортом Субтитры создавал DimaTorzok